привет всем села готовить окрошку я вообще сегодня не планировала ничего готовить у меня в холодильнике есть еда и вчера заготовила практически дня на два еды занимаюсь делами за ноутбуком и мне в голову ударила хочу окрошку вот окрошку хочу и все подорвалась поставила варится картошку яйца и сбегала в магазин за заливкой благо магазин у нас марияра две минуты ходьбы все необходимое если что-то нужно вот так не запланированное приготовить спустился купила все вот в этом огромный плюс мне окрошку нравится заправлять минералкой и кефиром раньше я не представляла окрошку без кваса вот ела только с квасом домашним причем иногда магазина но мне магазины не очень нравится квас он немножко какой-то сладковатый в гостях где-то я попробовала окрошку не на квасе а готовили вообще по моему кефир или вода и сметана и туда добавляется конечно либо уксус либо лимонная кислота мне так понравилось и вот я начала готовить на минералке либо добавлять сметану кефир лучок я слегка подсаливаю и немножко толкушкой приминаю так получается окрошка насыщеннее и лук он потом не всплывает прям есть 5 яиц 3 огурца нормального размер чека 4 картошки через решетку буду нарезать хочу меленько-меленько иногда режу крупно учета мне нравится когда вообще мелкого крошку все порезано сразу все в общую кастрюльку так удобнее чтобы 10 тарелок не морать хотя я уже тут наставила кучу тарелок знаете для меня не проблематично помыть посуду я люблю посуду мыть не люблю знаете что делать гладить белье пожалуй это самое мое нелюбимое занятие я через решетку всегда вот так нарезаю мне девчата тоже писали что нужно прокручивать но всяко-разно короче я пробовала ничем не не получается другим способом через решетку вот как всегда делаю так и и так и делаю одно яйцо на мелкой терке потру так хочу один огурец я потру тоже на терке мелкой именно мелкой погода сейчас у нас очень жаркая я показывала что дождь прошел он сильный был но кратковременный слегка освежил но все равно духота после дождя снова появилась в принципе она никуда не уходила очень душно стоит штиль ветра вообще нету сейчас если на солнце 35 а если так вот по погоде как передают 28 29 но ощущение конечно больше даже птичкам не комфортно да вообще всем животным конечно в такую жару нынче у нас такая погода поэтому сильно то в городе не погулять нигде даже вечером от асфальта от плитки жар идет очень сильный эти как я меленько меленько хорошо огурец вкусная крошечка картошку тоже через решетку порежу меленькими кубиками вот это кефирчик у меня охладился аж ледышки появились лиц его немножко растормошить холодная класс кефир 2 и 5 покупает всегда такой весь пакет выливать здесь сколько 900 наверно ведь и даже лединки там распредел пакет кефира я мою прежде чем помещать в холодильник поэтому так я его и над посудой держала минеральная вода газированная полную наливаю колбасу я не хочу иногда когда хочется я ее беру в жару вообще мясо не хочу есть сколько здесь ну наверное литр я вылила сюда короче 2 литра жидкости пробую на соль если нужно соли добавляю и обязательно либо уксус яблочный либо лимонную кислоту у меня лимонная кислота по вкусу все добавляю чтобы было кисленько кислоту лимонную чуть-чуть окрошечка прям такая ледяная супер окрошка готова она у меня такая зелененькая я не люблю добавлять редиску в окрошку горчит она для меня у меня есть помидор мелко нарезала помидор добавлю для цвета это очень вкусно делаю когда есть помидоры нет помидоры прекрасно и без помидора вот кто пробует такую окрошку у меня всем нравится холодильник пока не буду ставить сейчас обед у нас посмотрите какая уже окрошка не зелененькая яркая густая очень люблю окрошку я иногда добавляю немного немного сахара когда нужно чуть-чуть прямо сладенько тогда вкус такой еще мягче становится вкуснее сейчас не хочу сахаром она настолько насыщена вкусная такая прям нежная и и не знаю как сказать просто обалденно я окрошку могу есть и в обед и вечером несколько дней подряд вот настолько я ее люблю она мне не надоедает бывает что дня два поешь перерыв потом опять могу дня два три есть одну окрошку а дальше видео я хочу вам ставить голоса коршунов я снимала когда вот тучи ходить вот сейчас жаркую погоду коршуну как-то не летают их не слышно потому что видать потока воздуха земли нету чтобы их поднимать они же поднимаются по этому потоку и кружат когда вот ветер есть такой тогда они чаще встречаются в общем я сняла когда пасмурная погода была как они поют и немножко тоже в кадр попали кому интересно посмотрите красиво и кстати небо такое темное когда облака завораживающая у с балкона смотрю иногда классно а мне приятного аппетита и всем кто тоже ест приятного аппетита съела тарелочку окрошки и еще наливаю я же знаю что я еще налью себе поэтому у меня есть такая бадюшечка стоит все на этот раз уже наливать не буду ужинать буду тоже окрошкой я ее ем без хлеба без всего я не люблю с хлебом окрошку есть сейчас я уберу холодильник пусть и нахлаждается вот мой обед две большие в тарелочке но эта тарелка не маленькая здесь наверно даже не знаю сколько пол литра то точно будет и чё это литр что ли окрошки слопала а вообще-то вот так если разобраться литра в жидкости но это уже не жидко считает он все равно нормально меня входит потому что я водохлеб я могу литра выпить но не за раз а за короткое время пение коршуна слышно самого не видно у нас так коршуна никогда не пели это в этом году очень часто поет практически каждый день никогда такого не было сколько здесь живу вот мне захотелось снять их голоса скорее всего коршуну ловят стрижей стрижи поют слышите небо сегодня у нас очень красивые облака такие темные пушистые вау 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 да за стрижами охотится поэтому так низко летает слушайте пение стрижей на звуке природы коршуны кружат потоки воздуха м2 может видно ближе не приближает телефон сначала коршуны крыльями машут машут ловит поток воздуха крылья расправляют и кружат как будто в танце гордо свобода смотрите как близко приблизила величественная такая птица